Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня, так как я и обещал, мы посмотрим редактор персонажей в ArcheAge. Мы находимся в меню выборы расы. Нам доступно 4 расы. Это, как вы видите, люди. Ну и... Ну и... Ианы! А, господи, неважно. Эльфы. Ферре. И... Хорнийцы. Проще говоря, 2 расы людей. Просто одни живут на западе, другие живут на востоке. То есть, на одном континенте у нас живут, получается, вот что-то вроде таких... Китайцев, японцев, что-то такое. И вот эти вот человеки-кошки, Ферре. Тоже живут... На континенте вместе с китайцами. Как видите, у всех них особые расовые возможности. Давайте-ка посмотрим поподробнее. То есть, человеки у нас... Вольли на 100%. Какие-то эффекты. И ускоряет строительство на 30%. Не знаю, чего, не знаю, за что, но тем не менее. Глубокий вдох позволяет задерживать дыхание под водой на 20 секунд. Интересно. Скорость плавания увеличивается на 5%. То есть, это как персонаж плавает, или как кораблики плавают. Тоже что-то не очень понятно. Так, сниженный получаемый урон при падении с высоты на 20%. Острые когти позволяют забираться на деревьях. Хм, интересно. А японцы у нас что умеют? Я их буду японцами называть. Не знаю. Что-то как-то... Японцы, китайцы, как-то так. Так, сокращает время чтения заклинаний. То есть, типа, такие магии. Ускоряет заготовку древесины. Интересно. Давайте возьмем человеков. И давайте еще посмотрим, как у нас выглядят бронелипчики. Ну, в принципе, игра так корейская в любом случае. Но все более-менее органично смотрится, я вам так скажу. Есть, конечно, вот эти вот японские такие мотивы. Но это не линейдж, где она там с дойками такими. Которые до земли оттянуть даже не... Ну, в принципе, все симпатично выглядит, органично, так я вам скажу. Так, ну мы будем играть в любом случае за мужчину. Так, теперь давайте-ка посмотрим причесочки. Так, три страницы причесок у нас есть на выбор. Волосы сделаны, как бы, довольно интересно. Продвинутый редактор, я вам уже могу сказать. Ну, давайте-ка просмотрим причесочки. Вот это, кстати, прикольная такая. То есть, есть над чем повозиться. Сейчас я вам просто прощелкаю все прически. Ну, интересно. На самом деле, согласитесь. С графикой игры проблем никаких нет, потому что это CryEngine 3. Мне не довелось поиграть в ЗБТ. Ну, я не особо хотел, на самом деле. Так, давайте-ка выберем. Так, вот эту вот. И различные цвета волос. Пускай он такой будет. Белобрысый. Ну, цветов различных вообще много тут. Все довольно прикольно выглядит. Неплохо прорисовано, но волосы, тем не менее, еще не научились делать. Пускай будет такой-нибудь. Немножко седоватый. Так, брови. Вообще интересно это все, на самом деле. О, господи. Ну да, тут можно создать своего шансунга. Я уже как увидел эти брови, это... О, господи. Это он. Ничего прикольного, на самом деле. Кастомизация очень и очень хороша пока что. Это вам не какие-то редакторы за 5 копеек сделанные. Для галочки, а бы они были в игре. Кстати, давайте-ка еще цвет. Цвет глаз. Да, правда? Интересно. Вот. Прекрасно. Макияж. Ой-ой-ой. Интересно это все на самом деле, ребят. То есть я люблю повозиться в такого рода редакторах. Именно вот это интересно. Как было в свое время игра спор. Там можно было создать просто массу-массу вариантов уникальных существ. Да, пожалуй, оставлю ему. О, господи. Это веснушки. Кошмар. Ставлю ему, пожалуй, такой вот оттенок. Нет, глаза мы ему красить не будем. Кожу. Пускай будет светлокожей. А ну-ка. Ну так, как-то, знаете, нормально. То есть, не прям уже шоколад из негров сделали. Нормально. Особенности лица. Морщины. Во. Такой. Героический. Получается. Интересно. Татуировки. О, вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, уж вот это шрам. Интересно. Да, кстати, точка на носу. Для тех, кто не знаком с тюремной терминологией. Петушков помечают. Точкой на носу. Ну, блин, шрамы я ему делать, пожалуй, не буду. Пускай будет с чистым лицом. Еще не успел вступить на тропу войны. О, кстати. Шик. Вообще. Какая татуировка шикарная. А это уже что-то вроде ситов таких. Прикольно. На самом деле прикольно. То есть, весь этот кастомайз, он великолепен. Так. С этим посмотрели. Теперь давайте-ка посмотрим глаза. Выражение лица. Как-то так, что ли. Немножко он такой. На китайца похож. Затянутые получились у него веки. Но тем не менее. Так, а что, нету сломанной переносицы? Ну, пускай как-то так будет. Потом рот. Оцениваем тоже. Вот эта вот полоска меня немножко раздражает. Может, вам она не видна, но... Как бы... Такой пробел в текстуре, это... Не очень хорошо. Но редактор великолепный, я вам скажу. Овал лица. Ну... Ну вот это, кстати, интересный. Хотя, пожалуй, оставлю вот этот. Так. Посмотрим, давайте-ка еще деталь. О, да тут можно еще потягать его. Ширина лица, ширина лба. Великолепно. Подбородок. Давайте-ка поуже чуть-чуть сделаем. Мышцы нижней челюсти. Офигеть. Ширина скул. Высота скул. Толщина шеи. Щек. Ой, простите, пожалуйста. Так, ну блин, детализация великолепна. Так, а это что? Ага, это раскраска. Я понял. Ё-моё. Да, это же вообще. Так у него тут глаза вообще не должно было быть, если бы его так разрубили. Но, тем не менее. Так, можно сохранить пять вариантов внешности. То есть, пять вариантов внешности персонажа. Ладно, пока этим заморачиваться не буду, но, тем не менее. Выбор специализации. Выбор специализации. Волшебство. Прикольно. Нападение. Так. Ну, вообще, хорошо. Исцеление. Хорошо. Мистицизм. Это вот что? Да, я читал про продвинутую систему классов. То есть, они там измеряются сотнями. Не поверите, ребята. Это... Скрытность. То есть, это... В принципе, и лучники даггер. Какое. Можно вот тут почитать, правда, про каждый из них. Но тут особо ничего не пишет. Так. Ну, я остановлюсь, пожалуй, либо на скрытности. Либо на лучнике. Либо на преследовании, точнее. Тут есть вот такая вот пентаграмма, что ли. Ослабление, укрепление. То есть, как бы, не знаю. Тут можно повыбирать, конечно. Да, я, пожалуй, возьму скрытность. Я всегда любил за даггера играть. И назову ему его... Ага, не поддерживает вторую большую букву, да? Ну, ладно, че уж там. Посмотрим так, да? Завершить создание персонажа. Именно так. Вот он и получился, в принципе. Вот так выглядит наш персонаж. Первый левел, только-только созданный. Я вам постарался показать возможности редактора. Только там осталось для меня еще такой... ...тайный, можно так сказать. Полуостров. Западный материк. Так, как вы видите, мир разделен на три материка. Во время ЗБТ было доступно только два из них. Это был, разумеется, западный и восточный. Игроки воевали между собой за земли. То есть, тут можно строить дома, строить корабли. На этих кораблях пиратствовать, бесчинствовать, убивать. Захватывать континенты. Гильдии обладали частичками континентов. Самые мощные обладали большими землями. Естественно, получали большие... ...большие привилегии за это. Большие деньги. Чики работы. 50. Это тоже специфическая такая тема. Но это я уже начну рассказывать, когда начну играть. Пока что, как вы видите, такой функции мне не предоставляется. Но попробуем, что нам дают на сегодняшний момент. И как вы видите, это все. То есть, у нас есть персонаж. И 22 числа мы сможем поиграть в ОБТ. Ждите прямого включения с ОБТ. Я в тот же день постараюсь записать и залить видео. Всем спасибо. С вами был Марс. Увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До новых видео. Продолжение следует...